В Приднестровье уже собрано полторы тысячи наказов кандидатам в депутаты Госдумы от Единой России. Наказы привозят в главный офис партии обновления. Здесь их обобщают, распределяют по темам, затем отправляют в Москву руководству Единой России. Впервые будет отдельным блоком собраны предложения приднестровцев, граждан Российской Федерации, да не только граждан. Все, кто считается соотечественниками, русскими, будет создан отдельный документ, по которому депутаты Госдумы, если их поддержат и выберут избиратели, будут работать в ближайшие пять лет. Большая часть предложений приднестровцев связана с получением российской пенсии, работой консульского пункта и заменой российских паспортов. Еще одна важная тема – возможность получить и использовать материнский капитал на территории Приднестровья. Есть и наказ подписать все детские сады на методическую литературу, которая издается в России. Свои предложения можно адресовать не только партии «Единая Россия», но и конкретному кандидату, который будет представлять интересы граждан Приднестровья в Госдуме России. Перечень фамилий по округам есть на сайте Приднестровского ЦИКа. Пункты приема наказов избирателей работают во всех городах республики. В Тирасполе – у почты, в Рыбнице и Дубосарах – у центральных супермаркетов, в других городах – на центральных площадях. Наказы принимают до 22 августа включительно, потом их отправят в Россию. В конце месяца кандидаты в депутаты от партии «Единая Россия» собираются приехать в Приднестровье. Наказы, которые поступят к тому времени, им передадут лично.